А он у меня в руке, девочки. Всем привет! Начинаем новый влог. Вышли с Арсением в магазин. Дождь немножко... Ну, он идиот. Ну, как-то так. Блин, спать хочу, девчонки. И спина болит, представляете? А один был разобраться. Да? А мне... Арсюша, отойди, там едут. А мне нужна вот эта вот куча, которая в диване была. Мне надо их разобрать. Блин, я так недавно разбиралась, когда диван переносили из спальни туда. Вроде все нужно. Там единственное пуховик есть мой. Цвета фуксии. Но он мне не нужен. Я... Он, блин, хороший. И, в общем, продать его, я не знаю. Короче, надо что-то подумать. Потому что сейчас Леша поставил диван, и он... Сейчас остановлюсь. Он туда внутрь ничего не убирал. Он говорит, сама уберешь. Я говорю, ладно. Решили они с Арсением, чтобы не раскладывать тот диван, который коричневый. Он будет спать, Леша, в кухне, а Арсений будет в прихожей. Ну, мне кажется, нет, так не будет. Ну, не знаю, может быть... Будет? Да. В общем, пойдемте в магазин. Мы стоим просто... Я не хочу помойку показывать. Холодно? Вот ты не захотела одевать кофту. Идет только в одной футболке, горло голое. Ну, не холодно. Да, я знаю, что ты всегда мерзнешь. Федя у нас не мерзнет, а Арсений мёрзнет, девочки. А я в дедушкиных сегодня. В дедушкиных. Очень удобный. Очень мягкий. Очень хороший. Да, и дождь идёт, я, блин, зонтик несу в руках. Так магнит он, вот он. Магнит он, вот он. Так что пошли в магазин. Девочки, в общем, пришли мы домой. Купила фильтр. Этот фильтр стоил до 100 рублей раньше. 159, девочки. Я его покупала по акции, которая скидка 20% в магнит косметик. Ну, в районе 80. 159, вы представляете? Я просто в шоке вообще. И Арсений меня попросил. Говорит, мам, купи вот этого динозаврика. 75 рублей набор для рисования. Я говорю, у тебя же есть картина по номерам, рисуй. Он говорит, там много, долго, а здесь быстро. Ну, и их две вообще висело. А вот это вот Феде. И Феде вот это вот даже больше понравится. Но я имею в виду, что если бы они две одинаковые были, ну, две одинаковые. А вот так как раз. А все они себе эту выбрали. Это вот для Феди. И девочки, пошли мы, значит, в продуктовый, естественно. Спать хочу, девчонки, вы просто не представляете. Надо милгранат опять пить. Да, его же я, по-моему, пила. У меня просто пониженная работоспособность. Я просто вообще. Еле языком ворочаю. Нахкая. По акции взяла два вот таких творога. Ни разу не пробовала. Это творожная масса. Причем даже девочек. Там две девочки лет, наверное, девяти были. Просила, чтобы прочитали. К ним относятся акции или нет. Оно низко было. Ну, на желтом ценнике. И, ну, я не смогла прочитать. Представляете, позорище. Вообще, девочки. Я их позвала просто. Говорю, девчонки, подойдите, пожалуйста. Просто они подошли. Я говорю, почитайте меня. Ну, мне не видно. Но они и пониже, им легче наклониться было. У меня прям расползалась. В общем, вот такая вот творожная масса. И вот такая со смородиной. Сметана есть. Хочу прям вот со свежим. С чаем. Арсений выбрал им. Вот такой вот агуша. Это икра кабачковая. У нас как бы она должна в основном всегда быть. Хотя у меня кабачок есть, кстати, на даче. И еще Катя мне предлагала. Может сварить. Но я хочу хороший рецепт. В прошлом году готовила. Нам не понравилось. То, что мы приготовили в прошлом году. Я Лешиному отцу отдала. А Вере отдала. Вере понравилось. Мне нет. Поэтому я единственное хочу один рецепт посмотреть. Канал «Нетипичный фермер». Девочка там в том году, что Эля смотрела, два рецепта показывала в одном видео. Говорит, одна икра как из магазина, а другая похожая. В общем, вот эта взяла тоже по акции. Сейчас уберу. Сейчас, ну, у нас есть как бы печенье. Но вот такое вот Федя очень любит. Ну, и Арсений, соответственно. Тут как раз чуть-чуть. И, девчонки, представляете. Короче, вчера мы ходили с ним в магазин. Он меня просил. Я говорю, нет-нет-нет, за 100 грамм 79 рублей. Сыр-косичка. Их несколько было. Сегодня он там лежит один. И я еще даже не подошла к этим сырам. Вообще иду такая. Вот когда Агушу взяли с творогом. А Арсений, мам, чтобы не обманывать, хотела позвать его, чтобы он сам сказал. Ну, пожалуйста, последний раз купи. Вот последний раз. Я помню, как мы в старой квартире ели этот сыр-косичка. Девочки, ну, мне так это, ну, там, ну, раза два мы, наверное, покупали. Раньше когда-то. Вот. Ну, не особо он полезный. Он же копченый, да, наверное. Ну, в общем, я говорю, ладно, давай. Я говорю, только когда Федя придет. Открою. Ладно, ладно. Ура! Сыр-косичка. Ну, на самом деле, 100 лет назад покупали. Сходила в магазин, девчонки. По-моему, здесь рублей 700. А, я списала с карты. Не скажут. Она мне сказала, сколько. Я говорю, сколько на карте? 200 рублей. Мне же девочки писали, что надо списывать с карты, иначе не будет куда-то деваться. Ну, в общем, как-то так. И она мне говорит, скажите на карте код. Я на этот код смотрю и не вижу. Я говорю, где? Она говорит, он почти стерт у вас. Запишите куда-нибудь. Так что, девочки, обратите внимание. Если код не помните на карте магнитовской, с обратной стороны, код записывайте себе куда-нибудь. Он стирается. По крайней мере, вот мы передаем друг другу карту. Это я вам и риску показала. В общем, вот так вот. Уже сел на свою кровать. Девочки, это не факт, что здесь так и будет, но что в коридоре он будет спать. Мне кажется, как только ляжет, так сразу скажет нет. Ну, это временно, ничего страшного. Что? Что воды тут нет. Еще тебе воды надо? Да. А что здесь? Здесь четыре картинки. Ага. Ой, или три. Три. Три-три. Почему? А сколько? А, там три, я думала, четыре. Три картинки, да. Разорвался, видите, как. А ты мог не разрывать, смотри. Ты мог вот сюда вот поставить или нет? Это просто пока продается. Ладно, выбрасывай ее сразу, вот эту штуку. Понял? Запряталась, приклеилась. Четыре картинки, девочки, смотрите. Да четыре, четыре, тебе десять не положат. Положат. Девочки, присела. И стать не могу. Пипец, как спать хочу. Я сейчас просто смотрю. Это что, Арсений, ты зонтик поставил? Зашибись. Хоть белый фон. Хоть что-то поменялось. Сейчас посижу. Мне еще монтировать как раз первую часть. Ну, вот этого дня. А потом... А ужин у нас есть. Замечательно. Замечательно просто. Да. Что мы вчера ели на ужин? Вспоминай. А, это когда уже был вечер? Да. В смысле? А, сейчас... Пюре. Картошку ели? Да. Мясо еще. Это было давно, тететки. Он, не помню, еще салат был, да? Да. С чем? С чем салат? Угу. Салат. Какой еще салат? Не помню салатом. А курсы с помидорами салат был? А, да. У тебя в тарелке лежал. Даже не у вас, где-то на двоих, а в тарелке лежал. Да. Вообще, как все запущено. Это называется, это в садик. Мне хочется еще невнимательный. Чем ему заниматься? Вообще нечем, девочки. Я умираю. Надеюсь, что нет, но как-то мне не очень хорошо. А я ходила в этой майке и в бомбере. Она говорит, я шухер. Девочки, смотрите, Арсений сам посел рисовать. Я такая захожу, рисует. Посмотрим потом, что у него получится. Цвета какие красивые, да? Он заехал. Прямо такие насыщенные. Не заезжай аккуратненько. Я говорю, что получше ничего не нашел. Ну ладно, помоем. Он говорит, нет, так есть же баночки специально маленькие. Рисую, разукрашиваю. Девочки, вот результат. Пока его нет, показываю. В чем суть? Я говорю, он говорит, плохая кисточка. Я говорю, да нормальная кисточка? Сама попробовала, плохая кисточка. Она волосит. Сейчас. Видите, вон. Она пластиковая. И получается, что вот. Это вот я сделала. Ага, выбрасывай. И вот салфетки еще выбрасывай. И чашку в раковину. Ой, это надо сюда. И вот я просто про что говорю, что... Видите, получилось как получилось. Ну, тебе самому-то нравится? Да. Ну и хорошо. А что он у тебя с разными крыльями? Это крыло сгорело, что ли? Нет. А, что же? А, да, загорело. И оно прямо так. И он летит быстрее, чтобы тушить. Понятно. Чтобы человека не потушил. Ты что делаешь? Вот, заправляемую кроватку. И сегодня. И на завтра. Перенес все. Все, кроме простых. Просто на матрасе. Ладно, я тебе потом. Прям не терпится ему здесь спать. А мне я к Элле так и не сходила еще. Вика тут спит. Вика тут спит. Вика в кухне спала. Хочу заснять первые впечатления. Привет, мой зайчик. Скоро на кухне будете разуваться, да? Да. Все, ближе и ближе сюда. А? Почему? Кухню уже будем в школу раздевать. Почему? Почему? Скоро раздевалка будет на кухне. А кухня? А здесь? Ты все ближе и ближе к кухне разуваешься. Ты разуваешься все ближе и ближе к кухне. Арсений тоже. О, пришел Арсений. Папа ездил с Арсением за Федей. А ты, мама, ты знаешь, что он только меня беседой столкнул. Столкнул. Дай поцелуи с Гаррией. Он меня толкал. Серьезно? Мама, что ты мне купил? Что он мне купил? Разруб крашку. Класску? Ты смотри, хоть диван стоит. Ты что, не видишь, что ли? А где же кошка? Арсений, куда ты делал? Ты делал, сынок? Посмотрите на него. А это кто рисовал? Это Арсений рисовал. Он тоже тебе такую же выбрал. Только я что-то найти не могу. Нет, не могу. Девчуля. Кушать пришла. Ты куда-то ее спрятала? Я спрятала? Ну, я не могла спрятать. Зачем? Не могла. Да? Я просто убрала. Сейчас найдем. Нет. Ты что, поешь, что ли? Нет. А что ты делаешь? А что мои упорщики туда? А, это Арсения? Да. Я здесь буду спать. Передевайся, переодевайся. Переодевайся. А первый и второй переодевайся. 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 Это ходит, смотрите. Ходит по пятам. Арсений, Федя, переодеваемся. Арсений. А ты руки помыл? Помыл тебе, я руку пришел, да? А, Арсений, ты что будешь сейчас сам рисовать? Только спокойно. Нет, он тебе только откроет, а ты будешь рисовать сам. Только давай сначала переодень. Ну, там где-то в твоих же этих книжках есть. Новый нет, только вот это купили. Девочки, разогревай ужин. Здесь у нас курица уже немножко. И вот эту колбаску жарили шашлык, и я ее заморозила. То есть она готова, ее сейчас разогреть только нужно. И пюре. Сейчас все будут есть, а я вам пойду покажу, что у нас в спальне. Пока там тишина будет. Чайник у меня закипает. Смотрите, барин лежит, лежит барин. Спишь что ли, Леш? Зато ему очень удобно телевизору смотреть. Да, очень удобно, кстати, здесь. Нормально, вот сейчас у меня стол вот тут стоит. Я просто здесь сидела, а его отодвинула и стою здесь вот. Ну, разогреваю. И как бы нормально. А сидеть вообще здесь замечательно. Я даже сразу представила, я здесь могу болталки снимать. Села, там распаковки какие-то, села. На фоне кухни новой. Ну, как-то так, девочки. Смотрите, сидит, ждет, выжидает. Все, приятного аппетита, Федя. Арсений, иди садись. Папа у нас помылся. А я пойду вам покажу. А мы с папой будем? Или сейчас папа с вами? Пусть решит. Озеро Байкал. Самое глубокое озеро в мире. Все, приятного аппетита. Аппетита, отворачиваемся, едим. Арсений, садись кушать. Леша из души вышел. Ириска здесь. Тут как тут. Все, ну, в общем, Арсений с икрой. А вот Федя икру нет. На тогда, Федя, отборчик кушай. На Байкал? Ну, может быть, когда-нибудь в этой жизни. Штаны переодел, а... Ну, точнее, снял в трусах. А футболку нет. Каждый день так. Я футболки эти стираю только в путь. Все, кушаем. Оно круглое и называется глаз. Это ты в интернете насмотрелся. Нет. Да, но я в интернете насмотрелся. Слушай, девочки, заходим. Все как есть. На данный момент я единственное пододеяльник на кровать застелила, потому что, ну, же, черт ногу свернул бы. Они здесь сидят. То в телефонах, то бесятся. В общем, девочки. Ту-дум. Это мое рабочее место. Ну, это подразумевается под телевизор провода. И ту-дум. Это моя тумбочка. Да. А еще хотела, знаете, что сказать? Испачкали мне белую наулочку, только чистую одела. Вон ту. Я ее положила стирать вместе с их футболками. Одна футболка покрасилась, теперь наулочка голубая, другая белая. Ну, это ладно. Ничего страшного. Короче, девочки. Вот такое вот у меня рабочее место здесь. Мне безумно нравится. Здесь проход сантиметров, наверное, 65. Стул. Это наш старый. А помните предыдущий стул? Кресло, кресло. Руководителя. Мы его продали пару дней назад. Да. На Авито Леша выставил. Пару тысяч скинули. Ну, потеряли, да. Но жалко было Леше. Тоже было жалко. Но мы понимаем, что это... Места для него больше никакого нет, кроме вот как здесь. А здесь ни стол не поставить. У меня ноутбук на кухне постоянно. В кухне. Я знаю. Ну, говорю, как мне удобней. Вот, девчонки. Вот так я здесь сижу, работаю. Ну, как я работаю? Я загружаю с телефона. А вот подхожу здесь на ноутбуке. Уже там оформляю, да. И мне всё здесь нравится. Вечером я включаю вот эту штуку. Сейчас я вам её включу, покажу. Ну, я её, наверное, показывала. Это мы в ленте покупали. И вот она у меня вот так вот мерцает. Сейчас свет выключу. Вот так это выглядит. На самом деле и не ярко, и хорошо, красиво. Мне очень нравится. Пока не надоело. Но вообще я планирую здесь такой... Мне нравится Xiaomi. Xiaomi светильник, который регулируется там освещение. И вообще мальчишкам бы надо. Вот я думаю, может быть, мне заказать пока Арсению. Потому что он делает... Ну, пишет, да, затем столом. И когда будут два одинаковых стола, уже другие светильники. Может быть, светодиодную ленту, как-то что-то. Ну, в общем, пока у меня вот так. Всё очень просто и лаконично. Это стол Лёша сделал. Ну, в общем, как я ему сказала, долго ему объясняла, что я хочу. Это как раз, помните, я говорила, что столешницу отвёз. Надо было пополам её распилить. Ну, грубо говоря, пополам. Распилили не две одинаковые половинки. Но вот эта вот половинка, которая длиннее. Она здесь. Потом у нас была полка. Полка была. Короче говоря, там у меня, видите, розетка. И у меня мышка проводная. Есть беспроводная мышка. Есть. Но она чё-то тупитая. И она у меня... Ну, я её не пользуюсь, потому что это лучше работает. Ну, нормально, что вот здесь вот аккуратненько убрано. Оно же просто, видите, здесь лежит. Сейчас я выключу. Вот, девочки. А это кубик. Мальчишки играли. Я его просто нашла. Положила здесь. Они пока не спрашивают. Спросят. Отдам. Значит, у нас была полка. В общем, это была раньше тумбочка под аквариум. Потом я сделала из неё стол. Свой рабочий. Там, в старой квартире. Ну, здесь им пользовалась. Далее. Она над аквариумом висела вон там полка. Мы её тоже пополам распилили. Получилась нога, да. Кстати, когда кресло стояло, вот это крутящееся, было очень удобно. Ну, я поставила вот сюда эту ногу. Вылезать. Развернулся. И как раз, ну, здесь-то видите, она практически по глубине со столешницей, а там меньше. И был фасад. Вот этот фасад Лёша мне вот так прикрепил. Всё нормально. То есть, стол прикреплен к стене. Он никуда не упадёт. Ну, и куда ему падать, куда его двигать. Двигать его никто никуда не будет. Как раз штора спокойно ходит здесь. Вот, девочки. Вот такой вот у меня. Вообще, у нас есть пуфик. Не тот большой, а поменьше. 50 на 50. Я бы его туда поставила. Но он будет торчать как-то. Я ещё не ставила. Я попробую, посмотрю. Ну, пока вот так. И мне очень нравится. Мне, во-первых, нравится, как это смотрится со стороны кровати. Да, если я лежу. Это вообще мой уголок. Не нравится, как вот с этой стороны тоже смотрится. Потому что я когда прохожу, к примеру, в туалет, в ванну, я голову поворачиваю. И мне очень нравится. В общем, всё очень просто. Цветок, горшок, девочки. Да. Дальше поворачиваемся. И здесь тумбочка. На самом деле, вот этот, ну, стол мы разобрали, ну, может быть, недели-полторы назад. И тумбочка стояла просто. Кто-то зачихнул, будь здоров. Просто стояла тумбочка. Она была низенькая. И всё бы ничего. Всё хорошо. Ирискина вот эта лежанка лежала здесь. Здесь тоже всё хорошо. Но у меня получалось так, что лежит эта лежанка. Лежит вот эта вот, знаете, вот эта вот штука, да? Во-первых, здесь пульт. У нас подсветка кровати. Вот. И зарядки вот здесь вот стоят. И получается так, что оно здесь всё лежит-лежит. Непонятно что. Очки мои. Подставка для телефона. Телефон. Ещё один телефон. И, в общем, лежанку я оставила. Ну, сделала вот эту вот штуку. Эта из оставшейся столешницы. Она поменьше. Должно было быть по размеру. Понимаете как? А здесь уже поменьше. Но. Вроде бы высоковато. Вроде бы. Но я привыкла. Мне так вроде бы и нормально. Ну, сначала, потому что уже привыкла к этому. Было хорошо. Потом вот надстройку-то вот эту поставили. И, девочки. У меня было вот так изначально. Так. Ну, грубо говоря, её лежанка там. Здесь цветок. И здесь подставка для телефона. Ну, что-то там тоже было. Вроде бы и ничего. Я так и планировала, что она будет заходить по кровати и туда. Девочки. У неё был стресс. Она, во-первых, вообще, когда мы всё это переделывали, она не хотела сюда ходить. Просто. От слова. Совсем. Я её на руках несу. Она не хочет. Две ночи она спала с нами. В итоге, короче говоря, я взяла эту лежанку, бросила на пол. И она спала ночью на полу. Когда Лёша это увидела, я ещё про себя такая. Я засняла этот момент. А Лёша потом сказала, я говорю, ну, смотри, бедная кошка. В смысле бедная? С одной стороны. Ну, её что, обижают там или ещё что-то. Но нам это было дискомфортно. Поэтому я говорю, давай, ну, я буду жертвовать. Как не так. Вот здесь вот сверху поставила. И она сейчас, то есть, вот как только я поставила. Во-первых, она не хотела в спальню заходить. Во-вторых, когда она пришла первый раз, она зашла такая, посмотрела и залезла туда. Девочки. И теперь она вот там с удовольствием лежит. Но дело в том, что этот стол стоял в прихожей, когда целиком. Когда мы, а, кровать переносили отсюда, диван, да. Ну, помните, я её тут, там она спала какое-то время. Ей, видимо, там лизаться неудобно, умываться. Потому что места мало. Я думала, что ей там будет уютненько, хорошо. Но нет. Нет, ей не понравилось. Вот здесь ей нравится, и она сама приходит и ложится. Девчоненькая. Лисичка. Девчон. Березь, тебе здесь нравится наверху-то? Нравится, да? Не то, что там, внизу. Всё хорошо? Ну, всё хорошо. Там не полижешься, не почешешься, да? Ты моя девочка. Ты только сильно активно не делай. Резких движений, вернее. А то у меня всё упадёт. Моя композиция красивая. Поняла, да, девчонки? Ну, ладно. Уйти, что ли? Ладно, пошла. Вот щель. Потому что полка-то, которая над аквариумом была, мы от неё отпилили. Ну, такая самодельная тумбочка. Но меня, девчонки, вообще ничего не напрягает, ничего не смущает. Мне безумно это всё нравится. Вот как-то так. Вот такая красота. Девчонки, я на этот цветок смотрю. Прямо кайфую. Я Ириске всё время говорю. Ты давай поаккуратней. Поаккуратней тут лежи. И мне тут, чтобы он не свалился. Вообще, в этой комнате всё замечательно. У Лёши, значит, получается. Здесь ничего не стоит, кроме... Он втыкает сюда зарядку. И на пол кладёт телефон. Я ему предлагаю разные всякие разные варианты. Причём та полка, которая над аквариумом висела, я ему хотела сделать такую, типа, лавочка. Или кубик. Ну, чтобы, он говорит, не надо, нужно сюда ставить. Вообще, замечательно. Ну, давай не будем нагромождать. Я говорю, давай не будем. Вот. И здесь у меня цветочек скоро зацветёт. Чуть с листиком. Мы, кстати, отопление включили. Хотя бы, чтобы немножко там что-то просохло. И, в общем, девочки, вот такая вот у нас сейчас спальня. Вот здесь пылесос, конечно. Ну, пока так я кайфую. Вот честное слово. Мне всё безумно нравится. И тюль нравится, и шторы нравятся. Вот так вот я сейчас вам покажу. Это вот если не весь свет включён, а два светильника. Но, по идее, бы сделать их жёлтыми. Ну, тёплый белый, потому что это холодный белый. Но, с другой стороны, мы сюда приходим спать. Вообще, вообще не напрягает. Зато всё время светло и нормально. Выключатели будем менять. Слышите, как они щёлкают? Вот, девочки. Ну, в принципе, практически всё здесь сделано. Больше менять ничего не буду. Главное, что этот стол никуда не ушёл, не разошёлся. То есть, не выбросили его. Там даже ещё остался один фасад и ещё какая-то дощечка. Даже остался. То есть, я могу ещё что-нибудь придумать. Так-то я могу придумать сюда полочку из фасада. Вот так вот сделать полочку. И на ней будет стоять серебряная моя кнопка. Да! А что вы сейчас скажете? Ох, сколько у тебя амбиции. А чё нет-то? Отопление включили. И надо окно открыть. Прохладно было. А сейчас мне жарко. Сейчас выключат. Вот. Ну, есть фасад. Я подумаю, что с ним сделать. Больше его никуда нет. Да это я шучу. Я серебряную кнопку могу здесь повесить, поставить. Вот, кстати, от кресла. Видите, пятно. Лёшка, чтобы затерел. Затерел, затёр его. Он умеет оттирать всяким разным. Ну, или вон там она будет стоять. И мне, знаете, что нравится ещё? Что вот здесь вот ручки. Они не хромированные. Они просто, ну, серебряные. Как вот на шкафу фурнитура. В общем, девочки, вот как есть. Сейчас так вам и показываю. Всё, красота. Похвасталась. Похвасталась. Ну, реально похвасталась. Потому что я говорю, я Лёше объясняла. Он не понимал, что я хочу. Я говорю, давай я тебе буду говорить, что пилить, что делать. Причём, по идее, я могла сразу сказать, как и что. Но он эту столешницу сначала съездил, отвёз, распилил, закромил. Неправильно. Ну, это не его вина, но сам факт. И привёз. Вот когда она у него в руках была, поставили вот это ребро. Потом я говорю, сзади нужно ещё полку возил. Ну, благо, что это от садика недалеко. Поэтому он как бы, ну, несложно это было сделать. Но, по крайней мере, он понял, что я от него хочу. И вот мы смастерили вот это и вот это. Так что, вот так что, девочки, пишите, как вам. Ну, блин, я понимаю, что не должно всем нравиться, но мне нравится. Зато у меня есть и рабочее место. Вообще класс. Можно пуфик поставить с одной стороны. Можно стул другой. Этот стул очень удобный. Девчонки, очень. Кстати, на нём попа не потеет. А или потеет летом. Я чуть не помню. Ну, очень удобный стул. Вот. У нас два таких. И, соответственно, спросили меня как-то в комментариях, а когда Вика придёт, типа, где она будет сидеть? У нас ещё вот два коричневых стула, ещё пуфик 50 на 50, ещё диван. Короче, вот. Так что, вот так что. И слово вот это, девочки, так что, вот так что. Видимо, вы меня недавно смотрите. Я могу периодически говорить, могу не говорить. Нет. Это не новое слово. Это старое. И вот это постельное бельё, я его стираю, надеваю, стираю, надеваю. И так оно нравится. Оно нейтральное. Видите, оно нейтральное. Сатин из василька. И вроде бы и не серое, но в то же время серое. Вот кровать. Всё. Я счастлива. Практически. Вот мне надо светильник. Ну, я имею в виду, чтобы вот Арсеньева потом вот туда ставить. Свеча. Она же на батарейках. Как бы это не особо удобно. Так вообще не надо. Всё нормально. Всё хорошо. Тебе удобно? Да. Сынок, покушал? Да. И в носу надо поковырять, да? Нет. Федя, я с тебя снимаю. Ты покушал? Да. Всё хорошо? Да. Ну, хорошо. Девочки, а это мой ужин. Лёша покушал с мальчишками. Кто-то что-то здесь не доехал. Я доложила и, в общем, нормально. Тоже сейчас с икрой положила. Вкусненько будет. Приятного аппетита, кто сейчас тоже будет кушать. Лёша, там чай готовит? Сейчас будете мне писать, что за детьми доедать нельзя. Девочки, я в это не верю. А ещё знаете, почему не верю? Вот смотрите. Если я положу столько, сколько я считаю нужным, да, ребёнку, ну, типа немного, чтобы он наелся, они попросят ещё. Когда они, им добавишь ещё, получится так, что они по-любому не доедят. Ну, вот по-любому. Если им одну ложечку положишь, они скажут, чё, как мало ещё. Это уже пройдено вообще. А знаете, выбрасывают всё это дело. У нас собаки нет, свиней тоже. Соответственно, я дадаю сама. Так что приятного аппетита. А кто это там сидит? Что это за девочка? Я как только камеру включила, она сразу решила сдуться. Федя чай пьёт из трубочки, с телефоном. Арсений без телефона. Лёша там по телефону разговаривает. А, поэтому Арсений без телефона. Да, Элис? Лариска сидит, сторожит, охраняет. Сейчас сказала Арсению. Читаю комментарии, девочки, спасибо большое. Ещё ничего не отвечала, потому что я тут как бы в процессе. Говорю Арсению. Арсений такой лапушка, потом Арсений такой смышлённый. Заулыбался, он мне нравится. Я говорю, про Федю тоже пишут. Кто-то кого-то больше любит, кто-то меньше. А тебя любят? Я говорю, я надеюсь. Особенно мой снег. Некоторые, некоторые. Ириску, наверное, тоже любят. Девочки, если не пылесосила, хорошо, что у меня есть обычный пылесос. Беспроводной. Это очень удобно. Ну, я имею в виду. Ну, который беспроводной. А, который кругленький, да? Нет, не который кругленький. Который стоит в спальне у нас на зарядке. Мама. Смотри. Вот. Почему я вижу, как у меня чай заканчивается? Как чай заканчивается? Ну, ты же в чашку смотришь. Ну, вот и видишь. Чего, девчуля? Чего ты хочешь? Вам удобно? Папа, чё ты не кормишь? Удобно? Да. Мне удобно. А, Синя, там у нас на кровати, наверное, да? Да. Девушки, а я чай пью. Вот половинка трубочки. Былай. Это вот я дай дай ту, которую Арсений Федя оставил. Естественно, они мою пополам поделили и пили чай. А я да. Алёш, спасибо большое за чай. Алёш мне сделал. Пожалуйста. Сынок, тебе удобно? Всё хорошо? Бареньки, давай. Арсений, спать. Попозже. Не попозже. Сними носки. Ноги должны отдыхать. Я настаиваю на том всегда, чтобы когда пришёл куда-то, ну, не холодно. Тапки есть в конце-то концов. Куда понёс их? Куда туда? Мам. Ладно. Мама, это что? Будешь делать пирог? Кого буду делать? Пирог. Пирог? Да. Какой? Вообще, я скажу, что буду себе делать пирог. Какой? И сливы. И сливы? Арсений, смотрите, что сказал. Ну, буду, но не сегодня, и не завтра. А мороженое? Сделаем. Со сливками. Сливки можно и банан будет сладким. А можно вообще полностью сливки заморозить. Мне кажется, тоже будет морожен такой пломбир. А где мы сливки замёк? Мам, купим? Купим. Сливочки. Где две банки? Чтоб мы кушали одну банку, а эта банка будет пирога, и там можно. Решим. Хорошо. Окей. Лежат, отдыхают. Вам хорошо? А я сейчас читала комментарии, зачем вам такой огромный диван? Да вот за этим, чтобы лежать и отдыхать. Девочки, мне тут надо сейчас это всё дело убирать. Опять в кастрюле вода. Не знаю зачем, это не для Дейзи точно. Посуду-мойку сейчас всё загружу. Вот эту маленькую сковородку приложу. И всё будет хорошо. Мальчики, всё, спать. В ванную спать. Давайте бегом. Всё. Мне папа твой помоет. Папа помоет? Помоет у меня. Видишь ты, как сильно спать хочешь, синок? Всё, пойдёмте. Арсений, выключай. И очень близко смотришь. Арсений, выключай. Всё. Давайте готовиться ко сну. Всё, девочки, вот на таком красивом фоне. Я с вами тоже буду прощаться. Сейчас всех уложим спать. Посуду-мойку загружу, в душ схожу. И буду читать ваши комментарии. Отвечать на них, насколько меня хватит. И тоже буду спать здесь с Ирисочкой. Всё. Красота. Всё, спасибо, что были с нами. Всем пока. Папа скажу, что мама, я с тобой спать. С тобой? Это не сейчас. Это мы будем с тобой спать, когда папа начнёт делать. Через пару денёчков. А я что буду? Один у нас? Со мной. Сегодня? Да. А ты хочешь с Арсением? Да. Тебе же всё равно, ты сейчас ляжешь и уснёшь. Но я хочу с тобой. Со мной через два дня будешь спать. А я что буду? Там один спать. Ну там дверь-то будет открыта, не переживай. Будешь со мной спать. Тебе же даже дверь, если закроешь, если закрыть тебе дверь, ты будешь спать. Потому что ты у нас замечательный. Там темно будет. Да что ты говоришь? А ты что так серьёзно слушаешь? Всё, говори всё, пока. Пока. Прощайся с девочками. Папка. Фейдёнь. Ну, Фейдёнь. Ну, спиной-то не надо стоять. Повернись. Пока. Пока.